165 бар, который я держал с 2019 года. Слетел по госу. Ну ребят, ну 6 миллионов, которые получили с продажи, тоже как бы деньги на дороге не валяются. Как всё было. Я хотел в данном бинансе поставить маркетологов, чтобы они его пиарили. Ставить маркетологов почему-то за мобилосы не могут, только владелец. 165 бар держал мой лучший друг из жизни. И так, он был неактивным, я попросил его перекинуть на своего друга, который часто играет. Так бы, через данного друга, я смог бы спокойно ставить и менять маркетологов. И что вы думаете? Этот киберспортсмен, владелец 165 бара, мой друг из реальной жизни. Зайдя через телефон в сам, вместо того, чтобы передать данный бизнес, продать его игроку. Он просто нажал на клавишу продать бизнес. И по итогу, ему даже далее вылезло окошко, мол вы действительно хотите продать данный бизнес госу. Он нажал да. Вообще никак не могу на это повлиять. Ты уже ничего не можешь сделать, братан. Ты уже всё, продал его госу. А ты можешь, ну, типа, написать этим... Не, Саня, так это неравненно, так нельзя. Теперь его сейчас кто-то просто по госу словит. Ну не сейчас, а через 3 часа. Но фишка в том, что я его уже не смогу купить. Это просто... Блядь, ты даже не представляешь, какой... Сейчас сколько будет постов, сколько будет новостей. Это просто пиздец. Что случилось? У тебя два разлетел. Блядь. Ладно, чё, чё сделано? Ну чё уже, блядь? Ну сделано, чё, то сделано, блядь, хули сделал. Ладно, давай, короче. По итогу, бизнес слетел в гос. И на тот момент я даже и не мог поверить то, что произошло. Друг чувствовал большую вину за данные действия. Но так, ничего этим не вернёшь. Я просто старался его успокоить. Узнав о данной ситуации, все мои друзья сразу отписали мне. Из ютубера Вальдемар сразу же так же пришёл. И предложил свою помощь в виде ловли данного бизнеса. Я созывал всех, кто имеет скилл ловли, дабы забрать данный бизнес. А что случилось? Да друг мой, короче, из реальной жизни, ты его даже знаешь, Саша. Он должен был передать бар. И случайно слил в гос. Он, нахуй, не стоит, чтобы передать бар, блядь. Ну пусть возвращают. Аж охренеть. Чтобы ты понимал, у Алика Лизгина багом слетела нефтевышка по налогам. И уже другой чел словил. Ему были согласны её вернуть. Но он сам отказался, потому что некрасиво получается, когда другой чувак словил, а ты отбираешь. А бар сейчас в госе висит. Это, ну, никому ничего не отнимет. Видишь, там багом, а здесь невнимательностью. Да. В чём проблема? Тогда ловить. Ловля, ловля. 165 бар. Купи ты машину, Ваня, ё-моё. Ну видишь, можно ошибиться тоже всякой фигней есть. Ну да-да-да, это, смотри, ещё какая-то копча. На Аризоне, если Бинн сливает, в гос он слетает через 3 часа. Он должен был слететь час ночи по МСК. И мы с друзьями в Дискорде сидели и обсуждали все варианты и исходы событий. Сразу говорю, я не писал никому, ни Стасу, ни Батвию, чтобы мне вернули бизнес и не просил подобного. Если бы мне вернули бизнес, то по отношению к другим игрокам, это было бы не совсем справедливо. Так как им бы при такой ситуации никто ничего не возвращал. По итогу, от данной ситуации узнал Стас. Узнал он от Вальдемара и зашёл далее к нам на сервер. Он забрал данный Бинн с себе и объявил о том, что данный Бинн будет передан главному админу и он выставит его далее на аукцион. Почему он решил так сделать, я объясню позже. Я сразу говорю, что я буду участвовать само собой в данном аукционе. Я наперёд продумываю все исходы событий. Если забрать его с аукциона не получится, я как минимум набью за него невероятную цену. Многие, я думаю, также помнят, что у меня есть 51 бар, который также максимально прокачен. И им я буду заниматься по полной программе. Так как Юма мой основной сервер. Касаемо того, почему Стас решил его выставить на аукцион, а не следить Госу, ребят, давайте говорить по фактам. Все вы прекрасно знаете, что на такой бизнес светятся просто все ловеры, которые есть на Аризоне. Просто со всех серверов. В числе которых будут рванчики, АХК-шеры, ну и другие читеры. У бизнеса госсена 6 миллионов. И подумайте сами, какова вероятность того, что его будет ловиться АХК. Для тех, кто не знает, объясняю. АХК это скрипт, который автоматически, максимально быстро за вас ловит имущество. Я скажу вот вам по факту, как есть. Я сам лично хотел бы, чтобы данный бизнес сидел по ГОСу. Потому что я четко знаю, что его словили бы с АХК. Далее бы владельца просто забанили при проверке его опры. Бизнес пошел бы на переслет. Но дело в том, что он пошел бы на переслет только с шансом 50%. В ином случае, он автоматически сервером был бы выставлен на аукцион за биткоины. А те, кто смотрит меня и играет на моем сервере, они знают, что на данный момент я обладаю наибольшим количеством биткоинов на сервере. Я бы очень дешево для себя данный бизнес по итогу бы забрал. Предположим, если бы Барт сидел по ГОСу, в таком случае его снова словили бы с АХК, либо словил бы какой-то игрок, которому Барт попросту бы и не всрался. И он просто попытался бы его продать мне за хорошую цену. Как правило, ребята, все топовые бизнесы, которые ловят на моем сервере, после ловли эти ловцы отписывают мне и предлагают мне его купить. Так как знаю то, что я даю хорошие деньги. Итого, по итогу. На данный момент мы имеем то, что бизнес будет выставлен на аукцион на форуме. Ну что ж, хорошо. Как и говорил ранее, будем бороться. В случае неудачи набьем огромную цену и активизируем 51 бар на 1000%. Из данной ситуации, которая вот произошла со мной, можно вынести очень хорошую мораль, которая по жизни может, я думаю, помочь каждому. Всегда помните то, что из-за маленькой секундной мимолетной ошибки можно совершить что-то мега грандиозно неудачное. Касаемо меня самого. Мои друзья, которые сидели со мной в дискорде, тот же Вальдемар, подтвердят, что я не был в данной ситуации в какой-то депрессии, я как-то серьезно отчаивался. Честно говоря, данная ситуация вызывала у меня больше дикого смеха, нежели негатива и печали. В любом парне случае, что бы неудачно ни случилось бы у вас в жизни, не важно, не думайте об этом. Важно только, что сейчас и что будет завтра. Никогда не цепляйтесь за прошлое и за то, что у вас было. Иначе это будет постоянно вас грузить и постоянно, так скажем, сбивать вас сном. Благодаря данному аукциону, который пройдет, я думаю, каждый понимает, что с сервера будет выведена просто огромнейшая сумма. Благодаря чему экономика на моем серваке, так скажем, неплохо так улучшится. Моему другу вся данная ситуация максимально небезразлична. Он что только мне не предлагал, даже реальные деньги. Он сам, как и я, не мог поверить в то, что он сделал. Я, то есть, как говорил ранее, пытался его всеми силами успокоить, потому что, ну, смысла о каком-либо сейчас вот горевать или еще ни о каком смысла нету. Что сделано, то сделано. И да, дорогие мои друзья, сразу говорю, что с этого момента 51 бар активизируется, можете приезжать сюда. После того, как я проснусь, я начну набирать пиар-команду, и мы вновь займемся данным легендарным, так скажем, баром. Чтобы вы понимали, 51 бар это тот самый бар, с которого все и начиналось. Касая моей семьи, которая у меня есть на этом сервяке, со всеми улучшениями, сразу имейте в виду то, что там, в этом баре, будет стоять займы, которые всегда вас смогут принять. С 10 февраля они будут там и будут вас всех ждать. Всех тех, кто желает вступить в семью. На этом же, в принципе, парни, данный видеоролик подошел к концу. Все те, кто меня поддерживают, переживают за меня, ребят, вам большое спасибо. Из всех тех, кто писал мне в ЛС, я не увидел ни одного человека, который, как-то, не знаю, злораствовал мне, токсичил, вел себя неадекватно и так далее. Данный же видеоролик я буду подводить к концу. Сейчас я его смонтирую и лягу с кайфом спать. Всем тем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. Всем желаю удачи.